Светлана Сличная Британская художница Кирсти Митчелл с 2009 года создает свой собственный ослепительный мир в эпическом и одновременно глубоко личном фотопроекте под названием «Страна чудес», который посвятила памяти своей матери. Серия, насчитывающая 74 изображения, завершена. Для дизайнера, которая 10 лет успешно проработала в модном бизнесе, занятие фотографией было способом вернуть себе душевное равновесие после тяжелой потери в семье. Кирсти Митчелл начала создавать сложные сказочные постановочные сцены, в которых органично переплелись реальные ландшафты родного Сурая и сюрреалистические детали. Например, в них включены пышные фантастические наряды, созданные вручную тонкие яркие портреты загадочных женщин, над лицами которых, похоже, потрудился талантливый визажист. «Я заранее тщательно всё планирую, нахожу подходящее место для съёмки, готовлю костюмы и реквизит. На это уходят месяцы работы. Но в условиях английского климата вы не можете рассчитывать, что погода будет сотрудничать с вами. Но вместе с тем своей переменчивостью, ветрами и дождями. Она вдыхает жизнь в то, что я делаю». Так о своих работах говорит фотохудожница. «Страна чудес» Кирсти Митчелл завоевала международное признание. О ней пишут в статье BBC News, Vogue Italia, Harpers Bazaar и Guardian. Работы Кирсти Митчелл завоевали множество наград. В ближайшее время планируется выход роскошного полиграфического издания и избранных работ. Малину не поделили. На Дальнем Востоке два медведя подрались в лесу и сломали забор. Между двумя косолапыми соседями, живущими в лесу на территории Еврейской автономной области, возле российско-китайской границы, случилась ссора на бытовой почве. Конфликт перерос в драку. В полупоединке медведи снесли забор, отделявший их друг от друга. Теперь центру «Амурский тигр» придётся менять сразу несколько метров ограждения. В пресс-службе центра добавили, что сломаны оказались ещё и фотоловушки. Венеция вот уже много столетий славится своим стекольным производством. Бижутерия, посуда, вазы – что только не делают мастера. Душана Бравура живёт и работает в Венеции. Для создания скульптур она использует стеклянную пасту, кристаллы и бусины. Очень тонкая работа. Посмотрите сами на этих очаровательных птиц. Художница Душана Бравура известна во всём мире мозаичными скульптурами, которые она создаёт из муранского стекла. Талантливейший мозаист современности родилась в Венеции в 1969 году. Получила специальное образование в Институте мозаичных искусств в Равене, а затем прошла обучение в Академии изящных искусств в Болонии. Её работы экспонируются во многих странах и неизменно вызывают восторг у зрителей. Душана Бравура работает со стеклярусом, бисером, пайетками и муранским стеклом, используя старинную технику мелифиори, позволяющую наносить изображение по всей площади стеклянной скульптуры. Изящные мозаики больше напоминают вышивку бисером, чем изделия из стекла. Искусствоведы отмечают, что работы художницы напоминают арабески античных исламских украшений, и именно это делает их столь притягательными. Изящные формы, яркие краски, затейливые узоры – всё это характерно для работ художницы. Волшебный мир, рождённый фантазией автора, оживает на наших глазах. Остаётся лишь поверить в сказку и наслаждаться необыкновенной красотой этих райских птиц. Фестиваль света – одна из главных достопримечательностей цветочного парка Набама-Носато – японского ботанического сада. Знаменитый туннель света принимает гостей с ноября по март. Кажется, что свет исходит от каждой, даже самой маленькой частицы паркового пространства Набана-Носато. Миллионы светодиодных ламп помогли в создании привлекательных огромных световых туннелей, проходя через которые зритель словно попадает в сказочный мир. Дизайн ламп для каждой инсталляции тщательно продуман. Внутри лампы находится крошечный светодиодный чип. Использование светодиодных источников света позволяет сократить расход электроэнергии. Каждый год огоньки ботанического сада загораются в праздничный период, который начинается с ноября и продолжается до марта. Световое представление получило звание лучшего светового шоу страны. Береговая охрана острова Лепаре освободила кышалота, который запутался в рыболовной сети у побережья Эолийских островов. Биологи, работающие в Центре спасения черепах на острове Филикуди, оповестили береговую охрану, что обнаружили кышалота длиной почти 10 метров на поверхности моря. Хвостовой плавник млекопитающего был опутан рыболовной сетью. Команда дайверов прибыла на место, и уже через час при помощи ножей и кусачек животное удалось освободить. Береговая охрана следила за состоянием кышалота, чтобы он не пострадал во время спасательной операции. По имеющимся сведениям, кышалот свободно покинул команду дайверов, чтобы присоединиться к трем другим китам, ожидающим своего собрата на расстоянии. Цветочная вышивка на стенах. Испанская художница Ракель Родриго украшает вышивкой крестом фасады домов в Мадриде. Вместо эпатажных граффити она адаптирует старинные методики, которые традиционно считаются женским ремеслом, к новой среде. Ракель использует старомодные цветочные вышивки крестом в виде масштабных уличных инсталляций. Девушка практически в прямом смысле слова вышивает на стенах домов. Специальная проволочная основа служит конвой, а толстые плетеные канаты – нитями. Проекты Ракель украшают оконные решетки, дверные проемы, ограды и витрины магазинов. А в Хеллинсбурге малышка-коала впервые выглянула из маминой сумки и завоевала тысячи сердец по всему миру. Австралийский парк дикой природы «Симбио» в Хеллисенбурге опубликовал видео, на котором очаровательный детеныш-коалы по имени Мэдди впервые вылезает из маминой сумки. Во время своей первой прогулки малышка сидела у мамы на животе, с интересом разглядывала листья и даже попробовала веточку эвкалипта на вкус. Опубликованное на Фейсбук видео набрало более 420 тысяч просмотров и 53 тысячи лайков. На сегодня это все. Смотрите дайджест добрых и милых сюжетов по будням сразу после вечернего выпуска Севинформбюро. Ну и, конечно же, в течение всего дня. Будьте здоровы и всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!